Региональный центр организации закупок Мордовии официально прописан в здании госсобрания. Именно отсюда появляется информация об очередных неотложных нуждах чиновников. Сейчас ведомство объявило о том, что намерено потратить 16,5 миллионов рублей на закупку наручных часов. Для региона с колоссальным госдолгом это выглядит несколько расточительно. Но мы же не скупердя и какие. Всего-то 8200 штук женских и мужских. В условиях прописано, что часики должны иметь напыление из золота, кварцевый механизм, ремешок из коричневой кожи. Возможно, тиснение под фактуру кожи крокодила. Обязательно на циферблате флаг Мордовии и надпись «На задней крышке гравировка». Считаем, во сколько обойдется эта покупка налогоплательщикам поштучно. Традиционно Мордовия покупает наручные подарочные часы на пензенской часовой фабрике «Заря». Идем на официальный сайт предприятия. Находим очень похожие. Но они почему-то стоят дешевле, чем купили чиновники из Мордовии. А вот эти еще дешевле. Может, переплата за поклейку букв на циферблат или гравировку на задней крышечке? Теперь о том, кому часы предназначены. Телеграм-канал «Мордовский шпиль» любезно прояснил позицию покупателей. В этом году случился коронавирус, почему и планируется наградить всех боровшихся с ним медицинских работников. Врачи и медсестер, санитарок в Мордовии, задействованных на антиковидном фронте, около трех тысяч человек. Кроме этого, надо знать, что свыше 600 работников социальных учреждений тоже являются участниками противостояния вирусу. На сайте частных объявлений мы нашли одного продавца, который предлагает у него выкупить такие часы за 2500 рублей. Нашелся ли покупатель на них или объявление пришлось снять из-за отсутствия просмотров, неизвестно. Справедливости ради заметим, часы, что до сих пор вручали на всевозможных награждениях в Мордовии, надежностью не отличались. Может, они ходят ровно столько, сколько длится благодарность чиновников. Юлия Парунова, Наши новости. Юлия Парунова, Наши новости.